Знаете, друзья, данное видео не должно было появиться на канале, по идее я хотел снять обзор ноутбука, но случайно ко мне обратилась компания NVIDIA потестировать её новую видеокарту, которой можно было станет убийцей легендарной 1060. Да, для меня снять видео о данной карте было довольно просто и несложно, за исключением только одной проблемы. У меня не было рабочего компьютера после переезда, то есть вообще только ноутбук и мышка. Да ладно! Просто было не на чем протестировать видеокарту, причём внимание протестировать видеокарту нужно было ну хотя бы на хорошем компьютере с приличным монитором. И такой сетап обошёлся бы мне примерно в 3000 долларов не меньше. И знаете, всё что мне пришло на мысль это взять и начать рассылать письма по разным компаниям и спрашивать кто поможет мне со сборкой компьютера взамен на видео. И да, откликнулись сразу три крупные фирмы железа, но самым интересным и быстрым вариантом была уже готовая сборка от буллинг машин. Ведь лично собирать ПК с нуля, настраивать, ставить винду, заказывать коробки и ждать курьеров не было времени. Нет времени! Буквально через час после звонка в буллинг ребята-сборщики начали работать над моим будущим ПК и уже на следующее утро мне привезли под дверь уже готовый и настроенный компьютер с топовым железом. Внутри поставили быстрый NVMe накопитель, далее Z390 чипсет и Proce 99900K с платиновым блоком питания на 1200 ватт. Я даже сам не знаю зачем мне такая мощность, обязательно ещё сниму подробное видео об этом компьютере. Ну короче, спустя всего один день у меня уже был компьютер с игровым монитором и всякая периферия вроде мышки, клавы и наушников, которыми я в принципе поделюсь со своими зрителями в моём паблике. В общем, имея все условия для тестов и немножко времени, я начал изучать собственно видеокарту под названием GeForce GTX 10... Ой, если честно, сразу я не понял, что мне дали на обзор. Это, во-первых, непривычная нам RTX линейка в видеах и даже не прошлая GTX, ведь тут стоит хоть и 6 видеопамяти, как и в старушке 1060, но это более быстрая память стандарта JDDR6 вместо пятой и также чипсет на основе новой архитектуры Turing, как в том же RTX 2060. Но внимание, это видяха без тензорных ядер, то есть по сути это примерно всё та же RTX 2060 по скорости, но без трассировки лучей и она должна стать посередине между старенькой 1060 и изначально мощной 2060, но это не точно. В общем, я думаю, для комфортной работы 1660, как же непривычно это звучит, людям необходим, короче, прот с уровня i5-8400 или скажем Ryzen 5 1500. И в целом, если судить по качеству сборки карты от компании MSI, да-да, не удивляйтесь, то это всё та же прочная конструкция, продуманное охлаждение, как в той же 2060 от MSI. И если вспомнить народную 1060, я уже честно запутался в цифрах, то между нею и новой RTX 2060 слишком большая пропасть по скорости и по цене, и поэтому я думаю, чтобы хоть как-то закрыть эту, опять же, пропасть, компания NVIDIA и выпустила упрощённую версию RTX, но без трассировки лучей. Тем самым, перед нами, наверное, будущий топ-продаж, если только 1660 Ti окажется хотя бы на уровне прошлой 1070, и при этом будет стоить вполне адекватно. Но тут уже, знаете, с нашими продавцами, в наших странах вряд ли на это стоит рассчитывать, это больная тема. Ладно, итак, друзья, я поставил новую карту в теперь уже свой основной домашний ПК, и перед началами тестов, по традиции, немножко поднял частоты ядра и памяти на 10-15%, как бы так, разогнал немножко видяху. И вот, первым делом напомню, что все новые игры я буду тестировать на ультра настройках Full HD, а также 2К или QHD, потому что монитор, который мне подарили, также игровой, 2К на 144 Гц и, в общем, новая часть метро на ультра настройках Full HD без проблем я наблюдаю вместе с вами на открытой локации от 70 кадров, а в закрытом помещении средний фрейм на отметке 80. Мне сложно судить, хороший ли это результат, жаль, нет в руках старушки 1060, чтобы сравнить, но судя конкретно по этой карте и с ультра настройками Full HD, она справляется вообще без проблем. И в то же время я поднял разрешение до 2К, и что значительно усложняет ситуацию для видеокарты, и вот знаете, метро на ультра выдает от 50 до 60 кадров на улице. То есть, можно сказать, что даже в 2К на ультра вполне достойные цифры на этой карте. Да, я понимаю, что мой ПК имеет Pro C9 9900K, и он серьезно тащит фреймрейт, но и тестировать новую видяху тоже, конечно, желательно в идеальных условиях, без малейшей помарки в сторону Proца. Поэтому мне и поставили i9, хотя мне бы хватило для монтажа и обычного райзена на 6 ядер. Короче, с метро все понятно, и далее на очередь я закинул еще одну популярную новинку, это Apex или Apex Legends, который изначально выше по требованиям, нежели всякие Fortnite. И тут на ультра Full HD порядка 100 кадров с поднятиями до 120, что вполне высокие показатели, если даже выставить 2К разрешение на ультра, то и фрейм все еще остается в рамках адекватности. А если быть точнее, то это в среднем 70 кадров с небольшими скачками до 90. Думаю, нет смысла что-то комментировать, в данном случае такие цифры позволяют запустить Apex на этой карте на ультра в 2К без малейших проблем. Так что далее давайте закинем что-то более жирное, например, пятую батлу или мною любимую радугу 6. В первом случае в Battlefield на ультра Full HD я видел фрейм под 100 кадров в мультиплеере и в разрешении 2К что-то на уровне 70-80. В принципе, если вспомнить в моей памяти 1060, которых было большое количество, они прошли все через меня, то они в 2К на ультра явно не держали отметку в 70 в батле 5, и тем более в радуге 6, которая на 1660 Ti в Full HD рисует очень высокие цифры в фрейме под 140 кадров, и даже в 2К нормальные 80 кадров в секунду. По сути, такая 1660 Ti она работает на уровне прошлой 1070, или даже чуть быстрее в каких-то моментах. И если ее цена будет ниже, чем 1070, то я думаю, нас ждет настоящий новый хит в 2019. За 11 тысяч гривен или 25 тысяч рублей ей просто не будет конкурентов, и те, кто имеет мониторы 2К или хотят поиграть в метро или апекс на ультра, то вот, пожалуйста, неплохая альтернатива легендарной 1060, с которой, я уже думаю, можно плавно прощаться с выходом 1660 Ti, ведь она явно превосходит ветерана и даже держит 2К 60 фпс в самых последних новинках. Да, конечно, в моем случае, еще раз напомню, влияет на фрейм мощный проц с i9-9900К в сборке буллинг-машин, но даже с райзеном на 6 ядер или i5-8400, я уверен, новая карта бы неплохо смотрелась, вполне неплохо. На этом у меня, друзья, все, больше нечего добавить. Зрителям спасибо за просмотр видео, кому интересно железо ПК из этого видео, я оставлю ссылку в описании внизу. Ну и напомню еще раз, что мышку, клаву и наушники я раздаю в своем паблике по шелестим за любой коммент под этим видео, где я, собственно, и выберу рандомно трех зрителей канала. Всем желаю только удачи и до новых встреч на канале. Пока-пока.